Смотрите, что испанцы бытворяют. Смотрите, с мигрантами, с такими, как я. Знаете, они там по пять раз переженились, по пять жен у них было. Весь мир смотрит на то, как вы обращаетесь с людьми. 133 мигранта прорвались и их там все уважили. Мордочкой... Я больше за эти копейки работать не могу. Мне надоело работать за эти копейки. Сколько можно? За десятку, ну, за десять тысяч евро. Смотрите, что испанцы бытворяют. Смотрите, с мигрантами. С такими, как я. Мигранты прорвались из Марокко. Смотрите, как трупы прорвались. Ужас какой! Представляете, что вытворяют? О, Европа. О, защита прав людей. Это в Сеути. Сейчас я вам покажу Сеуту. Или они там вот сейчас показывают еще. Тут же уже все просто на дыбы стали, что-то. Ой-ой-ой, как же так нельзя. Весь мир смотрит на то, как вы обращаетесь с людьми. Представляете? Как только что-то там у нас за вугром такое вот произойдет, так они же тут вообще просто. Не знаю, а сами? Сами-то что творят-то? Посмотрите, что творят. А Сеута, пойдемте, я же покажу вам, что. Представляете, я с места событий можно. Наш шикарный вид, наш любимый. Да, он для вас, все для вас. Так, сейчас буду увеличивать. Вот это вот. Вот это вот Сеута там назвали. Сеута или Киута, я не знаю, как правильно, не важно. То есть вот там вот за заливом, это Африка, друзья мои. Это Африка уже. Но там кусок земли, вот кусочек маленький, принадлежит Испании. Возможно, вы даже это не знали. Но там есть такие анклавы, огороженные территории. И одна из них называется вот эта Киута, Сеута. Они принадлежат Испании. Они принадлежат Испании. И вот марокканцы, а так это Марокко там, уже Марокко. И вот эти марокканцы, значит, там прорвали вот это вот за забор там и куда. И вот там вот их там сложили всех, знаете. И от... 133 эмигранта. Вот видите, как огорожен этот забор. Вот за ней находится эта территория испанская. Ну, оккупанты, короче. Там испанцы оккупировали эту территорию. И вот 133 эмигранта прорвались. И их там всех уважили. Мордочкой вниз. На жаре. Сколько там, где-то градусов 36 точно. Еще из новостей. Кто, может быть, летит Ryanair, не дай бог. В Испании, значит, объявили пилоты, что типа все, good bye. Мы за эти деньги летать не будем. И вон какие-то очередя стоят в этих всех. Видите, все рассказывают, что типа, ой, все, никуда не можем улететь. Все, билеты пропали. Все, good bye. Пилоты пошли на забастовку. Смотрю блогера тоже из Риги. Александр такой есть. Он по цветам там специализируется. И вы знаете, что я тоже люблю цветы. Смотрю просто на цены и на выбор, какой есть в Риге. Просто плачу. Просто плачу. Ой, мне бы сейчас вот в этот магазинчик бы зайти. Всем привет. Сегодня хочу показать свое новое. Я бы там накупил бы себе в эту квартирку свою испанскую. Оставлю ссылочку на Александра. Может быть, кто-то захочет. Он вообще по этим, по орхидеям специализируется. Я орхидеи не люблю. Ну, и про другие цветы тоже хорошо ухаживают очень. Так, по совету подписчиц моих любимых, моих дорогих. Что-то мне сказали. Знаете, что сделать? Поперекистью водорода. Замочить это пятно. Сейчас попробуем, давайте. И сними одной рукой. И это, и то. Ну, вот. Она, конечно, уменьшилась, знаете. Но до конца я как бы не совсем понимаю. Надо сколько-то долго, что ли, подержать. Или как. Ну, как бы уже не такое там жирненькое. Сам комарик, наверное, растворился. Но вот там вот, которые прямо внутри-внутри, знаете. Очень как-то. Ну, хотя сойдет, может быть, знаете. Может, сойдет. Тут как-то осталось еще. Осталось. Ох, люминус его хорошо. Наверное, это добивал. Ох, на занавесочки-то. Сейчас суперекись на комара одного. Ну, практически уже не видно. Ладно. Сейчас подсохнет, потому что еще, знаете. Хавьерушка мне простит. И не будет с ними снимать с меня деньги за шторы. Когда я буду съезжать отсюда. Такие шикарные шторы. Я хочу снова с вами поделиться своими парикмахерскими изысками, которые я себе здесь позволяю. Сам. Все делал сам. Я постригся. Немножко посветлел, как вы видите. Ну, как вам? Хорошо я сам себя подстриг. Ну, кажется, я бы хорошо что-то тебе подстриг. Я купил хорошую машинку такую. Браун. Там миллиард насадок. Просто очень много их. И я вот каждый по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И так уходит там. Ну, не нравится. Я даже сам что-то так не ожидал. Единственное, что мне кажется, что он может быть челку чуть-чуть. Когда я как-то так странно подрезал. Ну, ладно. Вы же меня будете любить и с такой челкой, правда? Смотрим на закатик. Знаете, что еще мне вспомнилось про РНР и пилотов? Это было, конечно, для всех этих пандемий и всего такого. Сижу я, значит, в бане. Там у меня же недалеко в Риге Джокер клуб. И там спа-комплекс такой. И я там, значит, сижу, греюсь в этой русской бане. Баня там такая классная там была. Или латвийская, она считается. Ну, неважно. Сидят два мужика. Ну, и по-русски говорят. По-русски. Хотя один так, ну, с акцентом, другой чисто по-русски. И они, значит, жаловались. Вы не поверите. Жаловались. Они говорят, да я все, я вот дорабатываю контракт и сваливаю. Я больше за эти копейки работать не могу. Мне надоело работать за эти копейки. Сколько можно? Сколько можно работать за эти копейки? Он говорит, да, да, ну, слушай, там как бы, ну, куда ты пойдешь, типа. Да я в Ryanair лучше уйду. Он говорит, я лучше в Ryanair. Ну, он говорит, ну, какой Ryanair, ты че? В Ryanair ты же там, это, ты же там, как это, как водитель маршрутки, знаешь, ну, что они так летают, знаете. а потом, как бы, выясняется, что, ну, они пилоты, так понятно, знаешь, что они сказали, там, а, он говорит, такой, типа, ну, там хотя бы пилотов нормально за людей считают, вот, и зарплата там, если там что-то в сезон, а если еще поедут, тебя вдруг отправят там в Азию, то за десятку, ну, за 10 тысяч евро, может быть. я так думаю, да, ребята, представляю, за какие же вы копейки работаете, там, в каком-нибудь аэроболтике, ну, понятное дело, что, ну, у них, конечно, зарплаты другого уровня, так скажем, конечно, работа пилота, ну, это суперстресс, наверное, ну, я не исключаю это, а людям всегда, всегда мало, и вот сейчас эти все пилоты идут на забастовку, по новостям, крутят прям нон-стоп, что там уже все, уже аэропорт, и не знают, куда деть всех этих пассажиров, потому что никуда уже ничего не летят, а многие же выбирают, вот, мой вам совет, вот мой вам совет, не дай бог, вы не выбирайте никогда вот эти стыковочные рейсы, вернее, Брайнеры нету стыковочных рейсов, хотя они предлагают там на своем сайте, типа там, как можно долететь, это вообще, нет, 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 вот там, знаете, там на отдых куда-нибудь слетать, ну, вот окей, вот слетайте, ну, ни в коем случае нет, можно попасть на серьезные бабки, можно попасть, и отсюда, кстати, летают у нас Ryanair в Ригу, в Малагу, и знаете, что самое странное, что летают по тем же дням, что AirBoot, я не знаю, чем так, чем они аргументировали свой выбор такой, ну, вообще там, конечно, отдельная тема для разговора у меня подруга, две, в авиации работают там, ой, там вообще столько они всего, конечно, рассказывали, представляете, вот простой одного самолета в месяц, это где-то миллион евро, вот просто, если он не летит никуда, да, что-то поломалось, или еще что-нибудь, либо там, не знаю, санкции, что угодно, простой, если он просто стоит, не летает, это один миллион евро, можно попасть, ну, а потом, где-то 10 миллионов евро, на чем, ну, на билетах, конечно, вот мне, знаете, а почему про этих пилотов вспомнил, я вот думаю, блин, хотел бы я с ними в банке посидеть после этих всех пандемий, локдаунов, и так далее, вот послушать их, как они что-то, а, они это, типа, один, я еще, да, вспоминаю просто эту историю, что один, который вот жаловался, что там очень мало он получает, что он, значит, там дом построил, там, знаете, ну, понятно, какие, понятно, что если у них зарплаты, там, ну, 5-7 тысяч, например, то понятно, какие им кредиты дают банки, а я знаю, очень много историй таких, потому что, ну, вот от этих подруг моих, пилоты, там, знаете, они там по 5 раз переженились, по 5 жен у них было, дети от каждого брака, их всех содержат, и все, вот они летают, и все эти деньги вот туда и уходят, и дома, и квартиры, и кредиты, потому что, ну, как, ты начинаешь больше получать, естественно, естественно, ты начинаешь больше тратить, больше себе позволять, а тут вот это, это, знаете, это рандемия, это был очень хороший урок, на будущее всем, всем на будущее, это был очень хороший урок, что в любой момент можно так тюк и закрыть все, вот так вот, ладно, у нас потемнело, будем с сыном уже закругляться и ложиться спать, всем пока, у нас. Продолжение следует...